Вот в этом году я первый раз занимаюсь посадками в теплице. Мы ее только-только сделали. С осени поставили теплицу. И вот я решила попробовать, что же у меня получится. Сегодня 2 июня. Я снимаю, что же у меня находится в теплице на 2 июня. Я решила высадить здесь помидоры. В прошлом году помидоры у меня никак не удались на улице. Выжил только один кустик. И то совершенно неожиданно. Я его заприметила уже где-то, может быть, в середине июня. В общем, не благодаря, а вопреки. Этот кустик у меня выжил. Он находился рядом с огурцами. Но у меня была одна грядка огурцы, вот этот кустик помидор, несколько кустиков баклажан и перец. Я хороший урожай собирала огурцов и перца. Мне очень понравилось. И все это на улице прекрасно росло. Помидоры, конечно, не успели созреть. То есть помидорины были, но они были такие зелено-желтые. Они не успели вызреть. И в этом году теплицу я решила засадить именно помидорами. Что здесь еще у меня растет? Вот такие кустики на сегодняшний день есть. А в самом начале, да нет, не в самом начале, наверное, в самом конце весны я сюда сеяла редис. Редис тоже на улице у меня совершенно не получался. Он уходил в стрелку. И его там ела какая-то мошка. Прям вообще ни одного корнеплода не получилось в прошлом году. И я попробовала вот редис, который подходит для закрытого грунта именно в теплице. Ну, по-моему, прекрасный редис получается. Правда, он тоже очень ушел в ботву. Но я боюсь, что я просто переборщила с какими-то там удобрениями, потому что я сыпала горсточку удобрений, когда высаживала. Ну, покупные удобрения для овощей, я думаю, что вот переборщила с ними. Поэтому вот он такой кустистый. Но, несмотря на это, все равно можно найти крупный хороший редис. Так что в этом году мы даже и редисочку свою попробовали. Что с этой стороны? С этой стороны у меня перчики сидят вот там в удалении. Разные сорта я посадила. Я поняла, что, конечно, мне не нужно столько рассады, сколько у меня высаживается и сколько я высаживаю из семян. То есть где-то я вот засадила свой огород, может быть, используя, ну, я не знаю, 20% той рассады, которая у меня выросла на подоконнике. А учитывая, что на подоконнике места не так уж и много, я буду в следующем году, конечно, сокращать свои посадки. То есть огромные плантации я все равно не засаживаю. Мне просто интересно, что-то вырастет или не вырастет. И первый раз вот этот кустик, это у меня дынька. Вот даже лежит бумажечка канареечная медовая. Дыня канареечная медовая, скороспелая. Очень ароматная, массой до 2 кг. Я очень хочу получить очень ароматную дыню, скороспелую, массой до 2 кг. Но пока вот только такой кустик. Из всех семечек, которые я посадила в горшочке, взошло только одно. И вот не знаю, получится или нет. Вот здесь у меня, если видно, такие тоненькие-тоненькие стрелки лука-порея. Вот тоже я его через рассаду пытаюсь вырастить. Получилось 2 рядочка. Возможно, их надо было обрезать, вот не знаю. Один раз я обрезала, когда они у меня еще сидели в горшочке. А сейчас вот так. Вот и вся моя тепличка. Здесь у нас капельный полив. Приобретен специально для того, чтобы автоматически это все поливалось. Ну, посмотрим, что получится. Соберу ли я хоть один помидорчик с этих буйно растущих кустов, будет видно. Сегодня 2 июня, и я вот решила заснять такой урожай земляники, вы не поверите. Это земляника. Но это земляника, которая куплена кустиками. В обе я покупала кустики. До 50 грамм ягода. То есть достаточно крупная земляника. И очень удачные кустики. Раз, два, три. Три. Или я четыре брала. Почему-то три вижу только. Вот смотрите, ягодка даже уже розовая. Я очень жду, когда она нальется, чтобы ее попробовать. Удачная покупка, на мой взгляд. Потому что вот есть клубника, которую я пересаживала из усов. Вот в прошлом году осенью я сюда ее подсаживала. Вот она еще только начинает цвести. Будет какой-то результат, не будет, я не знаю. В прошлом году клубнику, которую я покупала в обе, она была какой-то голландской. Честно говоря, мне очень не понравилась. Она дала очень маленький сбор ягод. Потом они были все какие-то кривые. Такое ощущение, что генетически неправильные. Но вот какие-то усы я от нее пересадила. И взяла еще у своих соседей. У них сладкая какая-то клубника есть. Но вот эта покупная, это наших каких-то питомников. В этом году меня очень радует. Надо будет именно наши брать. Вот еще с другой стороны огорода. Вот здесь вот есть некоторая клубника. Это вот те, которые я брала у соседей. Как мне кажется. Ну вот они цветут. Надеюсь, какой-то результат будет. И вот скоро начнут зацветать пионы. Уже даже треснули. Вот они, красавцы. Красивые пионы. Это еще посаженные моей свекровью. А здесь вот я посадила бегонии. Очень надеюсь получить цветущие, похожие на розочки, бегонии. Как всегда, я обожаю просто гладиолусы. В прошлом году они меня радовали вообще стопроцентно. И вот в этом же году я опять высадила гладиолусы. Гладиолусы я посадила в разных местах своего огорода. Вот здесь вот перед качелями, где мы отдыхаем. Далее вот в этом году я решила сделать вот такие вот небольшие клумбы. Так как земля здесь не очень. И мы как-то брали землю. И это тоже гладиолусы, которые почему-то похожи на ирисы на картинке. И вот тоже они взошли. Но когда в мае был очень сильный ветер, он поломал. Вот видите, листочки поломанные. Я не знаю, повлияет ли это вообще на цветение. Будет ли он как-то хуже от этого цвести. Но вот как-то так. Еще гладиолусы у меня рядышком с парничком. Здесь вот я посадила огурцы. Под укрымной материал грядочка с огурцами. И небольшое местечко здесь осталось. Вот я тоже отвела их под гладиолусы. Они все должны быть разных цветов, разных расцветок. Я промажу, не дождусь вот этого буйного цветения. И еще такая вот есть грядочка. Тоже гладиолусы. Тоже ветер сильный, конечно, я их обломал. Но я все-таки надеюсь, что они зацветут. Продолжаю экскурсию по своему огороду. Спускаюсь вниз. Вот здесь у меня такие небольшие грядочки рядом с баней, которые мы делаем. Все еще делаем. Никак не закончим. Вот здесь я посадила патиссончики. Опять же в этих шинах. Так как здесь трудно вообще грядки формировать. Кабачки. Вот я смотрю, даже какие-то из рассады выжили. Вот эти они теперь бульно разрастаются. Нужно их либо пересаживать, либо разрежать. Ну, посмотрим, как оно все пойдет. Посмотрим, что активнее будет расти. Что-то придется удалять, конечно. И вот здесь наверху грядочки с морковкой. Со свеклой. Вот уже появляется салат. Его скоро можно кушать. И вот здесь на улице я посадила острый перец. Он, правда, не так себя клево чувствует, как тот перец, который сидит в парнике. Ну, и там, по-моему, тоже салат какой-то. Очередной салат. Это вот рядом с парником все это находится. Видите, какой перепад. Приходилось строить такую стенку, чтобы парник стоял более-менее горизонтально. Так вот, вот здесь вот я тоже подсадила гладиолусы. Вот здесь, где земля вскопана, я тоже подсадила гладиолусы. Вот они уже вылезли. Вот они лезут. Вот здесь вот целый ряд огладиолусов. Я надеюсь, что большинство из них все-таки появится. И будут меня радовать, ну, не только меня, цветением. И еще, несмотря на то, что сегодня только 2 июня, уже вовсю начинает смородина радовать своими ягодами. Вот это у меня черная смородина. Флоксы какие-то тут еще среди костов цветут. Даже без понятия, откуда они здесь взялись. Красота. Вот несколько грядочек. Опять же, с морковкой. Вот этот какой-то рядом с морковкой какой-то неопознанный объект. Скорцион, по-моему, называется. И здесь лучок, который мы едим. И салат.